Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим в ограбеже он дар лав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим в ограбеже он дар лав. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот день. Сохрани нас в любви и согласии, единомыслии по слову Твоему. Тебе же славу, честь и поклонение высылаем. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 мая сегодня, 2019 год. Мы проходим пособие по изучению Евангелия от Марка. 11 глава, с 15 по 18 стихи. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал именно в щеков из камьи, продающих голубей опрокинуть. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему, «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть сделать это?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне». «Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собой, «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?» А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаю». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какую властью это делаю». Храм в Иерусалиме, построенный царем Соломоном в 1004 году до Рождества Христова, был сожжен 417 лет спустя войсками царя Новых Худоносорра. 70 лет спустя, в 516 году до Рождества Христова, его восстановили. Он был украшен Иродом в 17-м году до Рождества Христова. Христос был до того возмущен происходившим там торгом, что решился положить этому конец. Это значило выступить одному против давно установившегося религиозного обычая. Сколько силы в характере Христа, как далек он от типа бесцветного святоши. Христос требует, чтобы весь храм во всех его частях и во внешних был посвящен Богу, святым домом молитвы, и не позволял, чтобы посторонние вещи проносились даже через внешний двор, для сокращения пути в город. Народ дивился, но не сопротивлялся, чувствуя его духовную правоту. Духовенство же только ждало случая, чтобы погубить его. Допускаем ли мы заведомо в нашей жизни такие поступки, которые Бог не позволяет? Хотя бы люди дозволяли их. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 по 21 стихи. Евангелие от Иоанна. Приближалась Пасха Иудейская. Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волос, волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так же и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома само его не делайте домом торговли. Все ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? И Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи, семь храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16-17 стихи. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. И второе послание к Коринфянам, 6 глава, 16 стихи. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. Первое послание к Коринфянам, 5-23. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Да, ну давайте немножко порассуждаем. У кого может быть какие-то есть вопросы по прочитанному? Недопонимание или... Ничего нет, но на что бы мне охратилось, хотелось бы обратить внимание. Вот Христос выдал, выгнал из храма и продающих, и покупающих. Сегодня никто никого не выгоняет, в храмах торгуют, и это как-то уже с этим все смирились, и по этому поводу ничего не делается. Вот. Но вот хотелось бы параллельное место привести, может я ошибаюсь. Ну вот, что касается, ну все знают, батюшка отца Владимира Головина, недавно ролики вышли, всегда тихо нечем. Вот, что молитва по соглашению, и там вот деньги. Торговля, значит вот этой вот молитвой по соглашению. Не заплатишь, не будешь молиться. Вот, похоже это? Похоже. Вот. И вот я в переписке тут читал, в нашей группе, одна сестра, значит, я вот послала деньги, вот, за эту совместную молитву, а другая говорит, ей покайся. А она отвечает вроде как, ну а что мне кается, может я неправильно понял, что меня попросили, я послала, и вот, вот, не предела. Вот. Хотелось бы обратить внимание, что вот Господь выгоняет не только торгующих в храме, но и покупающих, не только вот торгующих молитвой, но и, если так вот перевести, экстраполяться на сегодняшний день, но и пользующиеся вот этими вот молитвами, то есть посылающие вот этих денег Христос, бы это не одобрил, раз он там выгнал и тех, и других, то и здесь, значит. Почему люди покупают эти молитвы, почему люди вот покупают свечки, а им это нравится, то есть вот это вот товарно-денежное отношение к Богу, мне ни к чему не обязан, пришел, грехи перечислил, деньги заплатил, и дальше пошел. Вот. Можно такую провести параллель, или это другие вещи, как вы считаете? В точку попал. В точку попал, да. Ну вот, Виталий, да, я тоже слышал, ты тоже утре, но и в этом деле обличать священников мы любим. Как вот брат у нас один тоже, он их обличал, что они пузатые, а у самого пуза выросло, и он смеется, вот, говорит, да, обличался, говорит, священство. Так что нам надо тоже, как бы, обличая, за собой тоже смотреть, как бы нам самим-то не стать участниками в этой торговле, вот, дабы проповедуя другим, самим не отравиться. Я не знаю, может, ты любишь, но мне не особо нравится обличать попов, но мы просто вынуждены это делать, потому что я сам пострадал от них очень сильно, понимаешь? У меня по-другому все сделано, вся жизнь наперекосяк пошла. Вот, а потом, когда я глубже копнул, и Игнат Тихонович раскрыл во свете Библии, вообще что творится, ну, если тут молчать, то я не знаю вообще тогда, кто будет камнево, запьют тогда просто. Аминь, в точку. Да, я не к тому, что надо обмолчать, а к тому, что что ты видишь, сучок, в глазе брата своего, в ревнасовом не замечаешь. Вот это как бы не получилось. Но мы не торгуем у нас, во всяком случае, в Потеряевке, в Барнауле порядок наведен, слава тебе, Господи. Вот, и вот с братом я, с Сергеем Игнатом, разговаривал, у них тоже торговли нет, удивительно, в Украине. Я так, это обычно там, покажите нам еще такой храм, покажите нам еще такой храм, где такой порядок. Оказывается, есть, вода камень точит, не молчали, говорили, рано или поздно, значит, эта скала должна трогнуть, сдвинуться. Вот. А молитвы по соглашению, да, я и раньше Игнатихичу говорил, но как-то он то ли не расслышал, то ли не поверил. Вот. А потом, когда уже этот, открылась, и вот, да, надо в этом каяться с Владимиру, и, видимо, Бог его ведет все-таки. При всем при том, многие люди через его проповедь пришли к вере православной. Это нельзя со счетов бросать, но и, тем не менее, торговать... Я правильно понимаю, Сергей, то есть, человек, который покупает, ну, вот эту услугу, да, молитвенную, молитва по соглашению, он участвует в грехе симонии, я правильно понимаю? Ну, я с тобой согласен, может, кто-то не согласен, давайте пообсуждаем этот вопрос. Может быть, Христос выгнал только продающих, а покупающих не трогал, но написано, а покупающие-то причем, ну, они тут как бы, и мы как бы купили, какой грех, это они торгуют, они грех. Вот. На это вот хотелось бы заносить внимание. То есть, народ любит это вот, все вот, такое вот, я не знаю, как это назвать, а преддоверие... Заметь, заметь, Сергей, извините. Заметь, что Симон-то пришел, он хотел купить услугу этого апостола, взять у них вот эту силу Святого Духа, он хотел ее купить. Так и люди так же приходят и покупают эту молитвенную услугу. Так это и вот он, корень-то, Симонии. Он хотел эту услугу купить для того, чтобы потом этой услугой торговать. Понимаешь? Он-то увидел, что этим можно как бы промышлять. До этого же он, что он этот Волх-то делал-то? Тоже какие-то услуги оказывал населению? Денежки ему за это платили, там, волхвовал или колдовал он, или что там, гадал, пророчествовал, сейчас неизвестно, чем волхвы-то занимались в то время. Но и сегодня... Нет, он изумлял вообще весь народ написано. То есть он в большом почете у народа был. То есть он великий был, волхвы. Ну что ему не хватало, да? Да, вот он здесь выходил в стадии покупающих. Постолы ему отказали и упрекнули его за это. Вот, и сказали молитесь. А тут выходит, смотри, по Поппу выходит, они соблазняют людей на этот грех. Они говорят, ну идите к нам и платите нам деньги, и выступите в роли Симона Волхва. Я вот так это понимаю. Со всеми вытекающими последствиями, то есть как апостол сказал, что сердце твое неправо, молись там, чтобы отпустился тебе помысл сердца твоего, желчи там, неправда и желчи, и все остальное. Да, ну сама мысль, что молиться за деньги, меня, конечно, она тоже возмущает. И здесь я с Игнатью Тихоничем полностью согласен. Ну, как бы, апостол Павел говорит, молитесь меня, а братья так перешли нам на карточку, тогда помолимся. Пожалуйста, Игнать Тихонич. Дело в том, что в Священном Писании, в Святой Библии, есть такой пример. И человек прельсился на эти деньги. И это стоило ему жизни. Валаам, пророк Божий. Божий пророк. Он как раз говорит, вижу, звезда восходит от Израиля, но не близко. Вот эта рождественская звезда, это ему открыто была. Ему деньги дал Валак. И он пошел, ослица залегла под ним. А потом, когда он ее бил, и она заговорила, он начал в чувство приходить, но уже это не помогло. Когда дальше Израиль пошел в атаку, в его место они его убили. Это молитва за деньги. Ему подарки дали, а он пошел теперь молиться, чтобы было плохо Израилю. Да. Вот ответ. Прямо, конкретно, библейский пример отошел. Хороший, да. Хороший пример. Да. Вообрази весь масштаб соблазна. Вообрази. Это весь русскоязычный интернет во многих странах. Там все русскоязычные буквально обращаются к нему. Но это просто какой-то масштабы колоссальные какие-то. Я не знаю. Ну, причем, когда лишали Сана-то, они, по-моему, какая официальная версия, это можешь мне сказать, отца Головина, за что его лишили Сана? Не за грех же Симонии, я надеюсь. Потому что они сами... Это Вячеслав, наверное, ответит. Я не знаю. Там 10 пунктов всяких. Греха Симонии нету. Как они его назовут, если они сами в этом грехе? Но истинная причина, я думаю, кроется в этом. Конкуренция. То есть зависть. Истинная причина, деньги. Все правильно. Ой-ой-ой. Господи помилуй. Давай, потихоньку. Мы считаем, у святых отцов они говорят, самая сильная молитва, когда непосредственно Господу Богу. И самая сильная молитва, когда ты сам молишься за это. Здесь как раз деньги заплатили, а капец будут считать, какое надо время. Это покупка. Самая настоящая купля. И она будет засчитываться, как будто ты молился. Где это в Писании есть? И как это может... То есть люди сами не хотят. А деньги есть, он сейчас закупил все, и богач будет в раю. А ведь так нет этого. Каждый должен сам возопить. Каждый должен молиться. Тут понятно, что ставятся наши денежные рельсы. И люди, какие были мертвы, такие и есть. Вот она приходит, бабка, уже с сумками. Оп, подняла голову там мимо. Храм. Она в храм забегает. А тут заказывает, заказывает молебен. Она пирожками торгует. Она раз деньги скинула, того-то, того-то. Все, а батюшка стоит, насаждается. А их никого нету. Деньги заплатила, еще тебе поп надо еще. Тут развращение народа идет, еще глубже грех-то идет. А нику покупает людей. Вот сорокаут считать где-то. А тут старообрядцев распространено. Платят деньги и вытаскивают человека из ада. Я говорил этот пример, когда подали монету. Он ее не хотел брать, а взял. А ночью видит тот человек, который подал в терновнике сидит. Там колючки по четверти. И тебе голому надо лезть. Он сунулся, колючки не пропускает и не разодрать. И утром тот пришел к благодетелю. Он ему катнул монету и покатилась под горку. Я за себя не могу ответить. Это за деньги. Молиться призывал Павел, друг, друзей своих. Помолитесь обо мне, чтобы я был освобожден для проповеди. Прямо говорит. Но не за деньги. Речь идет только о деньгах. Все остается на месте. А тут все. Система. Востолько-то. Настолько-то. Это и на Афоне везде. Молитва. Самая ценная. Молитва, которая открывает дверь к Богу. А зачем? Я заплатил деньги. За меня молятся. Бог обязан дать. Вот эти торгашеские отношения. Они человека удаляют от истинной веры. От общения личного с Богом. Аминь. Мы проглядеть не можем. Это убийство души идет через это. Они никогда к Богу не приходят. А я заплатил. Лужков заплатил. Вот имена их написали на храме. Храм Христа Спасителя. За них теперь там молятся. А они тут вывозят миллиарды из страны. И все это обман. Самая сильная молитва, когда непосредственно как к Богу. Не к святым. Святые говорят. Те молитвы как пониже. И самое сильное, когда ты именно сам молишься. О, принципы порушены. Отошел. Ну, там смотрите. Там как раз-таки это человек сам молится. То есть это как бы, ну, может, не все знают, что из себя там представляют. Потому что там ты деньги пересылаешь за то, чтобы ты сам молился. А не за того, чтобы там за тебя помолились. Как раз-таки, если смотреть проповеди отца Владимира, то там вообще ни одного нету такой проповеди, где он сказал, что отсылайте деньги. Ну, или там, допустим, мы там за вас помолимся, как это делают в церкви, к примеру. Он говорит, вы будете сами молиться, вы сами молитесь. Все. А мы ваши имена тут тоже поминаем. И мы как связующее звено между всеми людьми. Вот смысл такой, а не в том, что ты как бы начал там… Ну, вот ключевой момент, ключевой момент, ключевой момент. Мы как связующее звено, и мы тоже молимся. За что они деньги берут? Или они как берут, что заплатите деньги, чтобы у вас была мотивация, вам самим молиться? А денежки нам давайте? Я не знаю, как, что это такое? Какая-то казуистика, какой-то мега, как это вот, католические эти… Тоже такую версию слышал, что человек, заплативший, ему деньги свои жалко будет, и он тогда будет молиться. Я же деньги заплатил, это психология. Иезуитская какая-то, иезуитская какая-то вообще прием такой. Ну, согласен. Так так и есть, и из-за этого и молятся. То есть это чисто так и есть. Вот хоть ты иезуитская, иезуитская, чисто ты заплатил, и ты чисто из-за этого молишься, если ты неверующий. А ты неверующий молишься. Что такое иезуитская, объясните, пожалуйста. Иезуиты, а это люди, у них девиз был, цель надо достигнуть, и любое средство, оно оправдывает эту цель. То есть и ложью, и не ложью, хоть чем цель нужно достигнуть. И ложь может идти в ход, и все остальное. Это принципы иезуитов. То есть здесь цель истинная – деньги, а ложная – это вот мы учим людей молиться. Вот таким способом, потому что по-другому они… Да, это как бы мы вас подвигаем, мы вас мотивируем. Но это бизнес-тренеры везде так, знаешь, вот такие коучинги, там все остальное. Они тоже так вот говорят, что курс, мы вам… Я не могу вам бесплатно дать курс, потому что бесплатно, когда даёшь, человек не ценит это. А ценит тогда, когда он свои кровные заплатит. Тогда он начнёт… Я понимаю эту логику, но применима ли она вот в вещах, я не знаю, молитвы. Это какое-то новое уже, ну хао такое, учение. Ну чё, можно пройти? Да. Тут, оказывается, идёт это обсуждение, которое уже от павших листьев. Я просто там был, хотел поделиться тоже. Вот, то есть, то, что он говорил, Владимир, отец бывший партерий, что его… он сначала отменил торговлю в храме, полностью, под ноль. Говорит, что… то есть, книжки оставляйте, пусть стоят, свечки пусть стоят, но если человек хочет взять, как бы, и ничего вам за это не даёт, то не даёт и не даёт. То есть, бесплатно всё. Вот, эти свечные торговцы, они просто его съели через две недели, потому что все приходят и выстраивается очередь километровая вне литургии. Говорят, нет, скажите, сколько стоит, нет, скажите, сколько стоит. Они говорят, вы такой умный, отец Владимир, сами вставайте тут и каждому объясняйте, потому что бесплатно никто брать не хочет, вот, и тоже не пойми, какие деньги не дают. То есть, короче, замучили его, и он говорит, ладно, напишите там, как бы, какие-то цены, но, опять же, не придерживайтесь, особенно за молитву. За молитву тоже с нас никто ничего не брал там. Кто-то там… его тоже замучили этим вопросом, заплатить за молитву. Он говорит, ну вот, и как бы есть люди специально, мы их приглашаем, которые будут вас вспоминать. То есть, вот вы в семье неверующие, например, у вас никто не верит, за вас некому молиться. Если вы хотите, чтобы вот точно знать, что за вас вот конкретный человек в Болгаре придёт и будет молиться, вы пошлите какую-нибудь копеечку, сколько есть. Если нету, просто напишите, денег нету, помолитесь. Мы обязательно помолимся. Прямо видео есть, он говорит об этом за вас. Не надо никаких денег нам переводить. Ну, просто, говорит, все замучили, сколько вам денег. И поэтому какая-то формальная цена есть, вот. Понял, понял. Вы вот слово «замучили» произнесли бы вот, ну, раза четыре, наверное. И вот, судя из вашего рассказа, ну, отец Владимир, он мученик. Прям мученик. Когда каждый день по несколько раз вас спрашивают, по 20, по 30. Идайте, конечно, пожалуйста. Тут дело вот какое. Наша община маленькая, две общины. Ну, это маленькая, как раз свеча и есть. У нас этих вопросов не возникает. Я видел такие в Печерской лавре. Лежат свечи. И ставят их служки, священники. Никто к ним не прикасается. Людей-то зачем приучили к свечам лезть-то? У нас их никто не ставит. Штицы стоят там, свечки лежат на подсвечнике. Когда догорают, у нас в уставе написано, чтобы свечка догорела, помигала и погасла. Ни одной свечки за 27 лет у нас не погасили. Ни одного агарка нету. Ну, а тут огромные мешки агарков-то воруют. Это так. Зачем людям ставить свечки? Не надо ничего ставить. Если надо где-то что-то там, в другом месте положите, воск купить, и купить воск. Это общее там складывается, купить воск. Это у нас и общее не складывается. Десятина все порешает. Введите то, что положено. А мы как бы не крутили, мы обязательно деньги там немножко, хоть копеечку неверующие. У нас пишут только за здоровье своих и за упокой, кого знают. А другие, третья введенная записка, для тех, которые ничего не знают, чтобы они обратились к Богу. А люди другие, которые желают, вот заводите знакомство и молитесь. Церковь к этому отношения не имеет с улицы. Из посторонних никто не смел предстать к ним. Деяния апостола, 5 глава, 13 стих. Тут корни надо ломать все. А то его замучили. Так вы сами это мучение придумали. Почему нас к батюшке никто не идет, не выпрашивает во время поста? Господи, батюшка, дай там что-то. Никогда. Два года отнущения от церкви, если он нарушает пост. Все. Почему не уговариваем бороды не трогать? Введен это и все с бородами. В брюках никто не ходит. Ну, любой вопрос возьми. Надо учить и твердо стоять. А остальное, остальное на улице. У нас возле храма никто не просит. Зачем нищие там? Согласно закону, они не имеют права просить. Когда это были правила, тогда вообще пенсии не было. Социального обеспечения не было. И то надо было, чтобы приходили. Епископ рассматривал. И давали ему. Мирная грамота называется. Что он может просить милостыню там-то в то время. Здесь подряд. Любой. Подходи, встань. Кружку тебе накидают. То есть, все пущено самотек. Чтобы хорошенькими выглядеть. Батюшка нигде не встревает. Хорошо он выглядит. По головке погладил, поцеловал и все. Что здесь церковного? Самый узкий путь. Узкий тернистый. К церкви сегодня не относят. Нет. Я пошла, там запах, вон, головокружение у ней, как нашпаренной женщины. Б. Все переворачивается. Все. Привыкли к этому. Ну, вот мы начали с нуля. Мы долго рассуждали. Что делать? Приходили, стояли, смотрели. Ничего. Надо начинать сначала. Храм должен быть закрытый. Закрой его. Чужие, чтобы не заходили. Оглашенные и прочее. Заниматься будем вот в таком-то здесь месте. Литургия верных называется. Стоят все. Выводили у них там? Нет. Знают они, кто дехан. Двери, двери, премудрость его. Ну, какие двери-то? Двери, которые вводят в храм, должны быть проверены и заперты. Заперты. Вот у нас заперты, никто не войдет. Часовой еще ходит дежурный по территории. Ну, можно сделать. Мы доказали. Можно. И вот эти вопросы вообще не возникают. У нас с тарелкой не ходят. 27 лет тарелку в руки не брали. Ни одной свечки не купили, никто не поставил. Потеряки ставили. Я приехал, сказал, все, перестали. Для этого есть специальные служки. А как зажигает, этот... Ян Златовец говорит, чтобы не глядели на это. Василий Вильки подтверждает. Не отвлекаясь от молитвы. Оказывается, можно, можно. И не надо говорить, что нельзя. Эту беду они сами себе придумали. Им это нравится. Деньги не должны именоваться. Убрать. Не можете служить двум господам. А какой господин? Мамона. Богу и мамоне. Не можете. А здесь мы говорим, на одном месте топчемся. Это кардинально. Надо все менять. И это сказать. Огношенные зайдите. Молиться за неверующих. Не молиться. Ты их не знаешь. За всех молятся. У нас, если за упокой, с батюшкой спрашивает. Кто такой? Моя мама ходила в храм? Да. Причащалась? Да. Вела христианский образ жизни? Да. Все, тогда запиши. Для неверующих ни здоровья, ничего нет. Только за обращение. Третий разряд записок. А туда уже, которые наши люди, и знают родственники неверующие, туда они их записывают. Ну, можно что-то делать. Ну, ничего же не делают. Только одно. С одного угла деньги перехотели в другой угол. Зачем просить, чтобы деньги... Мне, я сам молиться, буду деньги платить. За что? Найди нищих. Найди больных. Найди многодетных. Помоги там. А священнику отдай десятину. И все кончилось. Отошел. Игнать Тихорович, вопрос к вам. А почему, почему, почему вы знаете хоть какого-то священника, может, Геннадий Фаст, или кто-либо, кто о десятине постоянно народу напоминает и говорит, и практикует ее в своих приходах? Почему все молчат об этом? Мече обоюдоостром. То есть, если не соблюдаешь, то ты проклят, соблюдаешь, благословен. У нас свои уехали, Плотниковы. Микрофон, Игнать Тихорович. У нас уехали, Плотниковы, в Грецию. Она там отцу Григорию или Георгию, как-то не знаю, как-то вот так. Она принесла десятину, Марина, Плотникова, куем чуде. А что это такое? Батюшка, десятина, не надо мне. Десятина от пенсии-то, ну какая она? А когда он торгует, да освещают описы машин, это полтора процента берут от стоимости БНБ там. Вот и все. Они не идут на это попы. В другом месте, вон мне Наташа, эта усатая, и она об этом же говорит. Где-то там понесла, а батюшки-то как смотрят? Ладно уж, какой-то возьмет. Притом везде они так. Начинать надо кардинально ломать это все. Десятина, и больше деньги нигде не появляются. Десятина Богом установлена. Я писал стихотворение. Святая десятина. Ее Бог сроднил с небом. Она его Богу принадлежит. Богу, Богу. Это священники заставляют быть ворами, святотатцами. Вы обкрадываете меня. Ни себя, ни семью свою обкрадываете. Меня, она вам не принадлежала. Моя десятина. Как учить-то? Притом где вот было, нигде этому не учат. И сделать не могут. Почему? Твердой фиксации прихожан нет. Чужой или свой, никто не знает. Вот у нас она одна была, не знаю здесь она или нет. Здесь на Пасху приходила-то. Барнаульская-то. Елена Скрыльник? Да, нет, нет. Тут еще одна была. А, на Пасху-то? Да. Ее все знают, смотрят, кто-то... Ольга. Вот приходит этот Тимур-то и узнает, куда... Он приходит по форме одетый, никаких претензий нету. А они не хотят работать. Как угодно может человек завалиться, все нормально, все сходит. То есть, ну нет в церкви фактически-то. Любое дело делают. А только не то, что Бог повелел. Мне все вспоминается... Была выставка какая-то машин. И там разные машины. Вот бревно, она доезжает, а бревно метр целый. И она переламывается, и туда через бревно. А японцы долго смотрели, говорят, какие умные русские люди. Разные машины придумали, чтобы только дороги не делать. И вот здесь, что угодно будем говорить. Но только мамону, чтобы не убрать. А его убрать одним махом можно. Вот у нас не было, не было ни разу. Висит ящик, написано на нужной церкви. Приехал главный банкир Алтайского края из Барнаула. И потерял, увидел. Уже уходи на выходе. Вернулся и положил деньги. Деньги положил. Банкир. А он еврей. А почему? Его чистота, то, что у нас есть, удивила. Какой порядок был у Василия Великого. Он один раз заметил, что диакон из алтаря смотрит на женщину. Он сразу повелел поставить перегородку, чтобы ни одна женщина алтарь не видела. А то сегодня добрый батюшка, так в благоухание. Вы не знаете, как святые отцы поступали. Повторяю, митрополит московский, киевский был, Иона. Он говорит, святые не показали пощады, и от нас ее не будет. Пощады, это означает, с грехами в рай тянут, а не обманывают людей. Туда должен пройти ход узкий. Узкий, путь тернистый. Про это не говорят. А вот это и есть тернистый путь. Если узнали, больше никогда не покупай ничего. Не надо делать этого. Вот все это, как елеем размазали все, гной размазывают, как Златовус говорит. А хирург должен скальпелем вырезать это все, пока все не сгнило. Попробуй, убери эти киоски. Я сколько говорил, теперь вместо одного стало три. И которые были против священники, все примерли. До моего возраста даже ни один не дожил. А воевали, давали показания на меня. Бог все разметал. Отошел. Вопросы ко всем. Может кто-то знает, ученик, один из учеников, по крайней мере в те годы еще, Геннадий Фаст. Он где-нибудь, когда-нибудь в своих словах, которые на ютюбе тоже есть, он упоминал об этом учении, о заповеди Божьей о Десятине? Вопрос кто-то знает? Я слушала его лекции, он упоминает о Десятине, о платке, о бороде неоднократно. У него там есть лекции, мужчины Библии, жены Библии, старицы Библии. И там задают вопросы в конце видео. И там он говорит о Десятине, что она есть, и она должна быть, и должны ее платить. И он там упомянул, кстати, об Игнатии Тихонович, что есть, и он говорит, я знаю такого человека, который по сегодняшний день отдает 9-10. Но не сказал Игнатий Тихонович, но намек был на него, потому что других нет. Да. Так. Ну, думаю, достаточно мы на эту тему поговорили. Так, ну, по прочитанному, вот еще, видите, какое, на что еще можно обратить внимание. Вот когда спросили, какой властью ты это делаешь у Христа. Вот. Ну, и сейчас вот многие наши сестры, приняв крещение, подходят к священникам, и мы, вот подобный вопрос задаются от Инии, от Лапкина, то есть, какой власть ты тут пришла командовать мной. Вот. Они для чего этот вопрос задали, какой властью ты это делаешь, то есть, вот, чтобы, ну, они же при народе, наверное, этот вопрос задавали. Я так думаю, с надеждой на то, что никакой власти у него на это нету, потому что власть была у них. То есть, власть торговать, так скажем. Вот, и вот, Писание говорит, сели на Моисеевом седалище. Никто их туда в Бог не садил, они сами сели. Вот эту власть узурпировали, и вот творят вот эти непотребные дела. Торговля, молона, маркетинг, молитвы по соглашению. Вот. И так же будет вот с человеком, который начинает обличать, и вот то же самое, что произошло после этого. Вот их лукавство. Они, когда Христос конкретно спросил, ну вот, крещение Иоаннова. Не знаем, не знаем, сказали, солгали, все они знали. То есть, просто вот, и этим лжецам, тогда Христос не стал ничего отвечать. И вот здесь вот говорится, сколько силы в характере Христа. И место Писания говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И вот зададимся, а у нас есть эта сила характера, эта смелость подойти, обличить священника, зная, что ничего не будет. Против ветра, как говорится, это тяжело идти. Расскажу случай. Идет евхаристический канон в храме. Ну, рядом с моим домом есть храм. Я стал снимать на телефон евхаристический канон. Ну, я в предпоре стоял, и там торговля вовсю идёт. И торговлю стал снимать. И ко мне подбегает матушка, жена священника, и давай забирать у меня телефон. Потом присоединились те торговки, короче. Ну, там что стало твориться. Ну, они не забрали, конечно, у меня, но они мне помешали. Они всё понимают. Они всё понимают. Они не говорят, но понимают. И вот так с гневом, с таким, со страхом, с каким-то непонятным неистовством нападают. Вот, понимаешь, такое было у меня. Знакомая ситуация. Ну, меня сломали. Тебя хоть не сломали. Я в воскресенье пришёл на ярмарку, стал снимать торгаша. Не, ну ты на ярмарке, а я в храме. Прости меня, брат. Ну, ярмарка там, ладно. Там, Сергей, вы сами виноваты. За ярмарку-то заплатили деньги, а вы туда полезли. Вы там не платили ничего, а пошли туда проповедовать. Торгаши, они и на ярмарке торгаши, и в храме торгаши. Да, Игнать Тихонович? Я, конечно, ради смеха сказали уже. Но даже здесь и то можно благоразумно сделать. Приехала Рахиль. Она была Райхан. Мы зашли в один храм только здесь. Тут разговор, они подошли, а снимать у нас тут нельзя. Я не стал ничего говорить. Подошёл там, кто он, Архимандрит, или кто он хорошо знает. Он говорит, какой разговор снимать? Я думаю, это нет. Когда мы к митрополиту пришли, к Сергию это, ну, уже расставались, я говорю, Владыка, мы поехали по всем храмам. Рахиль вот такая-то, она приехала, он нас обнял, поцеловал там, благословил. Я говорю, ну, мы хотели снимать. Ну, благословляю. Теперь, где бы они ни сунулись, я делаю то же, что ты. Я подошёл, упёрся в эту касту-то, в одном храме, в другом. Они прям все. Я говорю, успокойтесь. Я делаю по благословению Владыки. Они все попятились. Понимаете, вы... Там один смещенник, правда, я делаю вид, что не понимаю, он выпивший. И он... Да, я помню. Он мне звонил. Помнишь? Звонил. Главное, в интернете он согласен, а по местному телевидению, чтобы не показывали. Ну, понимаешь, он везде... Поскольку его прихожанки-то телевизор смотрят на интернете. Я к вам обращаюсь все. Ну, будьте повнимательны. Посмотрите, что можно сказать и сделать. Вот даже мы были, где вообще съёмка запрещена. Платить деньги. Я где деньги платить-то там? Я пошёл, начал говорить то-то, то-то. Он директор сам выходит, не трожьте, пусть всё снимает. Всё. Музей за деньги. А директор вышел в сопровождении меня. Я никто для него. Почему? Пока я шёл, молитву считал. Зазомбировал его и дальше пошёл. Ой. Понимаешь, в любом деле... Знаете, Канадыч, ну, хорошо... Я понял, находчивость. Вас принял митрополит тогда? Принял всё как хорошо, по-дружески. А как к митрополиту у нас в Омске... Подойди, попробуй. Меня секретарь так к нему и не пустил. Я хотел побеседовать с ним однажды. То есть там такой, такая, на такой заслон идёт. Так что простой смертный туда, к нему не попадёт никак и бесполезно. Ты, Виталь, наверное, верёвку, наверное, бич сплёл и, наверное, хотел попросить благословения от торгашей погонять, наверное. Нет, я по вопросу, по вопросу брака, брака, брака хотел поговорить по браку. Да, тихо, чё, подержать. Благослови, владыка, торгашей из храма выгнать. У нас было такое, ещё раньше, при советской власти здесь. У меня была толстая верёвка спортивная, там, в руку толщиною. Но она уже порченная была. Я нарезал обрезки, закрутил там всё письмо и каждой торговке вручил. Я, говорю, написал, когда Христос придёт, чтобы не искать верёвки, то чтобы порол вас, полосатое племя. А они сразу к настоятелю. А настоятель белорус, он такой... Я как-то пришёл, он, Игнатий, говорят, вот верёвки так им дали. Я говорю, да, отец Николай, так. Он за улыбался, голову опустил, так сказать, ой-ой-ой. Вот не знаю, что он против меня. Ну вот, когда на Пасху милиция окружила здесь всё, чтобы лишних молодёжь не пропустить, тогда при советской власти-то. Я тогда подошёл к ним, а я в каждом отделе милиции веду занятия. Они, о-о-о, заходи. Я зашёл и начал беседовать. А они там милиция, дружинники, все забивали, забивали, а машина как автобус приехала. Они набились, и ему передали. Ну он-то против меня настоятель-то. А тут Игнатий. Уже прошёл, Пасха прошла, говорят, ты там это, в милиции это проповедовал в автобусе. Я говорю, да было. Он голову опустил, залыбался. Забыл всю вражду против меня. И говорит, да, победа-то на нашей стороне была. Он не просто кто-то, а он на нашей стороне, на нашей. Я его. Так что, сегодня так, завтра по-другому. Но нигде не уступайте врагам. Никогда. Торговли не должно быть. Тем более за молитву вот эту. Тем более хороший такой батюшка. Я туда ни разу не выходил. Кто-то, я говорю, напишите. Вот ролик вчера мы составили ещё один с Юрием. Я отвечал на вопросы. Господь последний наказ даёт. Он там объясняет. Дружба за столом. Дружба в благовестии. Одно дело всех объединяет полностью. Общее дело. Не литургия – общее дело. Это всё переименули. Общее дело – благовестие, проповедь, миссионерство. А литургия – для избранных. А батюшка там сидит и говорит, что вот общее дело – это вот и трапеза там или где-то. А совсем не так. Литургия, она называется… Литургия – общее дело, название одно. Она никак не общее дело. Потому что участвуют только верные. А в благовестии все до единого. Всё. Всё. Так, благодарю. Микрофон выключил. 1 Фессалакийца 5.23 «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Каждый вечер Христос уходил из Иерусалима, переполненного богомольцами, пришедшими для праздника Пасхи, и проводил ночь за городом на Элеонской горе в Гефсиманском саду. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 1-2 стихи. В начале, так, 18 глава, «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток кедром, где был сад, в который вошел сам ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». Вот о Иуде сейчас прочитали, что характерно от Иуда, это вот нарицательный образ предателя такого, да. Вот, а почему, там причина, почему он предал, и конкретно указано, потому что был вор, вор. Вот, а о десятине говорится то, что вы обкрадываете меня, меня, Господа, который не платит десятину, проклятием вы прокляты, и заповедь не воруй, не укради. Все нарушается, все. Это вот тот, кто десятину не дает, это вот христопродавцы самые настоящие, потомки этого Иуды. Носил ящик, туда клали деньги, и оттуда воровал. Сергей, прошу прощения, вот как раз к слову, надо озвучить интересный вопрос Игнатию Тихонычу. Игнатий Тихоныч, десятину должен давать мужчина вопрос, а то Головин в проповеди сказал, что десятину должен давать мужчина. я женщина, я давая десятину, не нарушая никакого усава. Да нет, никакого, не нарушаете. Понимаете, вот за каждым вопросом здесь стоит еще новый вопрос. Попадает ли стипендия? Попадает ли детский, который получает мать? Не попадает. Потому что от заработка, от прибытка. А человек продает дом. Если он купил, а то же десятина там ушла. Тут надо все разбирать. Вот мы малину берем в деревне с ребятишками. Набрали, делаем небольшой сюда шажок батюшке. Десятую часть отмерили. Кто у нас был, знает. А он не берет никогда. Но мы, батюшка, тебе давали, ты не взял. Благословляй. Он всех благословляет. В ребенка это закладывается. Ведь мы рассуждать-то рассуждаем, а на деле-то можно ли сделать? Я повторяю, можно. Притом сразу. Главное препятствие, конечно, священники. Но и с ними можно иногда разговаривать. И бывает... Вот, я не знаю, тут кто... Наталья Усата выставила мою беседу с одним здесь священником на днях. Он беседовал, пришел. В машине сидит. Он говорит, я вижу, чувствую, где он это просто, как говорят, подначивает, подкапывает нарочно. А серьезно-то в конце только и сказал. То есть он, может, с кем-то договорился. Я буду его раздражать. Посмотрим, как он ответит. А я как будто ничего не вижу, так отвечаю. Но придет время, они будут искать каждую минуту наших разговоров. Потому что вот здесь мы считали, какой твердый характер у Христа был. Это не какая-то бессветная фигура святоши. Вот они таких делают молчанием. Все молчал. Молчал, сопел и дошли до этого. Пока не стали вниз головой с колокольней спускать. А народ-то, вчерашние прихожане были. Надо научить жить. Вот мне в рулетке все говорят, почему папы так богато живут. Где они богато? Ну, в самом деле, там, которые патриарха, там, да давно бы продал эту машину. Мать Тереза продала, которую папа ей дал, как премию. Тут же она ее оформила на деньги и на бедных сирот в Индии. А, да это католичка. Тем паче нам будет горько, что католичка, монашка, албанка. И так поступала благоразумно. Вот мы сейчас проходим это. И это надо применить на деле. На деле. Вот где вы бываете где-то. Нам не надо. Мы довели до этого. Но вот говорят, а вот если бы вы пришли, или к вам бы пришли, вот сегодня бы сразу бы 700 человек. Ну, 700 они не вместятся. Но все бы были одеты по форме. И вот так, чтобы я не буду одеваться. Повторяю, за 27 лет ни одного человека не было. А мы приводили разных. Вот мне подходят и говорят, вот такой-то, такой-то. Можем прийти? Значит, вы знаете, как форму? Одевайте. И они оденутся, как надо. Оденутся. У нас картинка, где ласточки поют-то. К Маше Барабаш пошли эти девчата. Хариски. Патриархийные-то. Ребята, все с поясами. Все. Даже ни один в храм не зашел по-другому. Ну, ничего не делают попыток. Совершенно. Только деньги, деньги, деньги. Мани, Мани, Мани. А то ничего нельзя сделать. Повторяю, у меня Одус один только. А еще ничего не начинали делать. Начни и получится. То есть, вот детские пособия, с этих детских пособий в десятина не платится, да? Это не примутый. А ребенок. А с пенсией платится, да? А с пенсией заработная плата. С пенсией платится. А вот, допустим, Игорь Тихонович, вот предприниматель, допустим, он заработал, вот у него выручка, например, вот за месяц там в миллион, да? Но он же и аренду платит, там и на бензин, там это все вычитать надо, да? Или с выручки платить? Которая у него чистая прибыль, с нее, с достатком. А, то есть, доход в минуту расхода, да? Отчистить, а теперь что осталось? С того десятину. Понятно. Я считал выступление, кажется, одного из самых богатых в Америке людей, там, Морган. Он торговал шляпами. Я, говорит, не знал как. Он сразу нанял два или три человека, и которые люди выходят, они их всех спрашивали, А вы почему такую взяли? А вот у шляпы одна какая-то, что-то там загнутое. Пишет один, другой. Он самые хорошие отзывы взял и начал такие шляпы выпускать. Я, говорит, поставил себе, ну, он какой-то, я не знаю, мормон или кто. Я, говорит, платить десятину. Она была маленькая. А сейчас я плачу каждый месяц несколько миллионов. Десятина сделала его богатым человеком. Десятина. Я не буду никуда обращаться. Перед вами я. Один из самых бедных людей, и в то же время богатый. Почему? Десятинами все поднимает. Господь открыл небо. Притом я никогда не стою на углах, не выпрашиваю. Люди сами подходят и спрашивают, нуждаетесь, нет? Да. Это наша биография. Но один из примеров, это когда в Швеции сломались. Сразу телеграммой нам отбили. Бросайте машину, ее не ремонтируют. Сейчас высылаем деньги, получаете иномарку такую же. Езжайте дальше. Вот это я понимаю. А вот еще написано, не приноси в храм цену пса и цену блудницы. Блудницы, понятно, это мерость. Но вот люди собаками торгуют, а как им десятину платить-то? У них такой вот. Как? На бедное пусть отдаст. А как житие святой Евдокии 14 марта по новому стилю. Посмотри, как она поступила. Ее богатство могло составить конкуренцию императору. Она могла разрушенный город построить. Но когда она решила, там перечисляется ее богатство, и не за что-то, а за торговлю телом своим. И когда коснулась в храм, он говорит, в храм нельзя, ты блудница, нищим раздай. Вот ответ. Мне однажды приходит человек на работу, я работаю. Ну, и он меня хорошо знает, и говорит, ты знаешь, у меня дела так успешно пошли, такие деньги появились. И я подумал, куда девать, я решил вам отдать. Я говорю, откуда деньги? Да я там устроил, торгует чем-то. И я возьми, да и спроси, а такие есть там картинки скабризные? Ну, конечно, есть. А он с деньгами пришел ко мне на работу, я ему обратно развернул, и все. Ну, а вот с услуги дрессировка же должна десятина платиться? А собаки там нет, это работа. Вот, то есть я купил за собаку, за тысячу рублей. А это когда ты продаешь собаку, продаешь щенков, десятину нельзя брать в церковь, нельзя. Нет, Игнать Тихач, я купил, например, собаку за тысячу рублей, выдрессировал ее и продал за 50. Вот 49 у меня прибыли. Вот с этой прибыли-то должен же я платить. Это работа твоя. Ты за работу обучаешь, а не за собаку. За собаку ты заплатил. Собака осталась вся та же самая. А в нее вложен твой труд. Ну вот, понятно. Но это же все равно цена, получается, 49 тысяч. Это твой труд. Не важно, что ты с отцом или над собакой. Ты собаку не продавал. Я так и делал, что это труд. Сначала я не платил. Думаю, ну раз нельзя собак платить, значит, нельзя. А потом я же дрессированных продаю. А если я просто купил и перепродал без дрессировки, нельзя не сетину так? Вот теперь что у тебя там есть сверх того, что было? Это передай нуждающимся. А в храм нельзя. В храм нельзя. Все понятно. Ну, допустим, студент говорит, мне так не хватает. Я говорю, а ты заплати. Заплати, чтобы тебе двери небесные открылись. Да, кстати, вы же сказали, со стипендии не надо. Ты слушай внимательно. Не надо. Ну, ты заплати. Скажи, Господи, ради тебя делаю. А теперь ты посмотри, что у тебя будет. Ты заплатил, а я узнал. Я сразу пошел к священнику, платил такой, платил. У него денег не хватает. И теперь ему возвращают в 10 раз больше. Виталий вот здесь, Калиников, у нас был. И он работал на складе там у батюшки. И пришел, я гляжу, он такой веселый и смущенный. Я говорю, что, заплатили? Так я никогда не ожидал, что столько мне заплатят. Виталий, так было? Да, да, Игнатий. Спаси Христос. Да, добрые слова твои от добрых людей, и так пошли дальше. Говорит, заплатили настолько больше, что не ожидал даже. А почему? Потому что ты положил уже платить десятину. И намерение Бог учил это. И сердце Игоря, батюшки, все к тебе расположены были. Ну, попутно сказать, Виталий, помнишь, мы в БИСК ездили, Наталья с нами с драйвом-то ездила? Да, да. Вот, она теперь на меня работает и платит десятину батюшке нашему. Помолись о ней. Ты ее уже помнишь хорошо. Ну, слава Христу. Ну, она хорошая. Дай Бог. Ну, да. Тоже за юбку мы с ней тут воевали. Не могу никак на нее юбку надеть. В храм надевает, а так вот в штанах ходит. Аж, да, неприятно. Так, ну что, у нас час прошел. У кого вопросы, Игнать Тихонович, пожалуйста, Ваше время. Ни у кого что-то нет вопросов. Или все все знают, или знать не хотят. У меня сегодня памятная дата будет. Вот, примерно 80-й день, как я вся от рулетки топил. И сегодня у меня выходит 400-й ролик. На рулетке. Благословение Господне. Ровно 400. Ну, сам решай. Игнать Тихонович, раньше у Вас хорошо было записывать беседы в скайпе. С одной стороны, Ваше изображение, с другой – собеседника. А теперь только собеседника, а Вас не видно. Это не есть хорошо. Да, я тоже заметил. Я поясняю. Поясняю. Вот где меня не видно, это я записываю на свой аппарат. А другой, который, оба видно, это автозапись у меня работает. Я теперь сажу кого-то около себя и говорю, помогите мне разобраться, какой вариант лучше. В этом варианте слова слышатся намного чище. А меня вы и так уже насмотрелись. И поэтому порешали сделать этот вариант. Я советуюсь. Вот у меня фотографии, которые есть, я оставлю для интернета. Я никогда, чтобы я отдельно делал. Володя, садись. И разбираем каждую фотографию. А бывает они очень рядом, близко. А оставить-то одну надо. Без совета дело расстроится. А по совету оно все совершается. Нет, это плохой совет. Плохой совет, Игнатий Тихонович. Потому что мимикой все должно быть видно. А так вы за кадром, видно собеседника, как шея мотает. Да ничего не видно. Вот сейчас с Соболевым последняя беседа очень важная и сильная. А вас не видно. Но это никуда не годится. Плохой тот советник был, оказался. Ну, понимаешь, нет. Надо веб-камеру лучше купить. Я спросил, что этот вариант лучше. Вы на меня уже видели. Без меня тут обойдется. И я за что мой голос знаете. Но запись намного лучше. Прямо заметно лучше. Вот в чем дело. Виталий, я не просто так делаю это. Ради людей. Потому что вы говорите прямо в микрофон камеры. А здесь вам нужно просто тоже поближе к сесть. Там же с веб-камеры пишется. Я так, Виталий, правильно понимаю, когда автозапись идет. Просто надо на веб-камере. Ну, а она как? Она же внутри компьютера, эта запись идет. Есть решение. Есть решение. Все так же оставить. Там просто в скайпе можно свою иконку, ну, то есть, лицо свое расширить. Его просто надо, когда звонят, вытаскивать так и расширить просто. И там будет видно. Вот я вот ее сейчас беру свое. Да, да, да. Можно так. Надо научить только Игнать. Сергей, научи Игнатья Тихоновича. Приди к нему, потренируйся. Вот расширять хотя бы. Братья, подожди. Вот сейчас вот демонстрация игра на. Вот я, смотри, я вот сейчас это Виталия беру, я перестегну. Вот вас сейчас двое, но ты такой маленький. А себя я вообще даже передвинуть не могу. Я тоже вот с братом разговаривал по скайпу. Я не могу себя расширить. Научите, пожалуйста, нас, чайников. Ты себя расширь, себя. Но я не знаю, как-то надо потренироваться. Вот Вячеслав правильно говорит. Я себя даже передвинуть не могу. Вот он, я видишь. Я приду домой. Домой приду и сниму обучающую видео, как это сделать. Да, ну поди, есть просто ссылку, да, или сами можно поискать на Ютубе-то. Да там на Ютубе можно найти, зарядить что-то, как, и там все скажут, все покажут. Да, просто да, надо этим заниматься. А все, Вячеслав все поможет сделать, слава Богу. Все, все, давай, Сергей, сделаю. Сделаю. По многочисленным просьбам одного из телезрителей, но тут никогда не одного, Сергея Втушенко тоже за. Должно быть видно и слышно. Это лучше, чем просто слышно. Аминь. Дальше вопросы. А еще лучше, когда еще и третий, когда еще и текст бежит. Вообще изумительно. Видно, мимикус. Ну, кому как, у всех восприятие разное. Бывает так еще в последнее время, что Игнатий Тихонович открывает какой-то другой файл. Подожди, Наталья. Какой-то другой файл открывает, он вообще исчезает. То есть там черный экран становится. То есть это тоже как бы, ну, прям... Тебе, как режиссеру, это прям, ну, никак не подушило. Никуда не годится. Абсолютно. Ты бы этим артистам сразу всех повольнял бы. Ну, у тебя-то хорошие ролики, качественные. Понятно, ты ее в душу вкладываешь. Молодец-то. Тут тяп-ляп готово тебе это. Но главное содержание все равно. Но когда это содержание еще и украшено, приятно, вот, ну, еще, конечно, воспринимается. Но вот когда мы этот ролик... Никто не отменял. Один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать. Один раз увидеть лучше. Увидеть и услышать. А беседы бывают очень важные. Опять же, вот из этой беседы, может, что-то бы взяли. Бог даст на материалы. А уже не возьмешь. Уже только голос. Придется там просто статичную картинку делать. Ну, так далее. А вот как вам кажется, вот когда я ролик с шахматовым интервью с Игнатом Тихоновичем выставил раньше, там, на сутки или на двое, ну, необработанный, и мне сразу в плохом качестве, в плохом качестве, зачем, зачем. Ну, согласны вы со мной, это же лукавство, там, качество было хорошее, звук хороший, просто он не смонтированный был. А истинная цель бывает, а потеря монетизма. Мне как раз и понравился. Сергей, этот первый ролик, который без всяких выбравок, он самый лучший. Он показывает человека такой, какой он есть прямо в этой видеозаписи. Не-не-не, все хорошо, Сергей, и полный должен быть, и должен быть там, то, что он там слепил, смонтировал, и то, и то должно быть. Но почему они меня стали упрекать-то за это? Что я якобы в плохом качестве выложил. Там звук, да, они просто все, и не нравится, поэтому плохо слышно. Кто его знает, почему они тебя упрекали? Я думаю, что это монетизация, они деньги потеряли, вот Игнать Тихоновича была такая версия. Да, 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 да. Есть такое, я там в этом не бум-бум, я никогда монетизацией этой не занимался. Он говорит, не этично, это говорит, не этично. Сергей, все ринулись на твой, да, на Игнать Тихоновича канал, и многие там его подписчики, они уже посмотрели, понимаешь. А им это, для них это убыток, и все, все понятно. Так они, может быть, и там посмотрят, или что, они второй раз не посмотрят на их канале. Хотя... Тем более, смотри, они же сколько, ну хотя и подписчики денег дали, но все равно, сколько было вложено, он прилетел там, страдал, мучился там, не курил и все, и не блудил, и все это дело. А потом раз, ты его раз, просто, ну все, все просто, все карты ему поделебил. Я просто не думал, совершенно, мне просто хотелось побыстрее поделиться. Я говорю, мне что, заняться нечем? Я его пять раз перезаливал, как будто вот он у меня не шел, не шел. А потом, не залитый, он выскочил у меня. Я думаю, чудо какое-то, надо же. Ладно, вопросы, братья, давайте, Игнать Тихонь ждет. Сергей, да там звук плохой был, и тогда фокуса не было. Это еще тоже критика по этому поводу была. Да, там тихо было. Ну да, камера далековато стояла, да. А то везде заговоры ищите там. Просто камера там, люди иногда и так плохо слышат, а еще тут еле-еле что-то там шепчут, на полную сделаешь, еле слышно, вот они и пишут все. Иногда фокуса не было. Понятно. Но я когда свою камеру устанавливал, говорю, ну помогите, прям шахматово, что-то у меня фокуса нету, тут лампы. Он так рукой махнул, вроде как отстанет меня. Ну так маленько лампочку подвинул, но все равно я чувствовал, что будет качество плохое, фокуса не будет. Ну ладно, бог с ним. Так, чувство вопросов не будет сегодня, все уже. Так. Давайте какую-нибудь тему еще. Что у нас в событии последние какие-то? Вот я могу рассказать. Максим Первозванский есть такой, протеерей. Я вот слушал, он тут рассказывал, как он кается на исповеди, ходит за то, что он, когда исповедоваться, к нему приходит человек, который, например, жертвует. Ну и он знает, что человек жертвует на храм, постоянно там большие суммы. Человек-бизнесмен. Он к нему приходит исповедоваться. И говорит, вот батюшка, я там по бизнесу, тут что-то кого-то там взятку дал, тут обманул, там, ой вот согрешил. Но я знаю, что он там семьи кормит, таких же православных и так далее. Ну я ему, ну ладно, там, прощаю, отпущаю властью данной. Мне там разрешаю от грехов. А потом приходит ко мне какой-то там другой с тем же грехом. Ой, я ему таких колоколотушек, говорит, таких дам. И говорит, я за это потом иду и своему духовнику каюсь, что я так делаю. То есть, как бы это лицемерие и так далее. То есть, что-то неправильно. Я вот очень порадовался за то, что все-таки, ну, батюшка как-то признается в таких вещах, что да, вот человек один жертвует и приносит набор грехов, он его исповедует не так, как того, который, например, не жертвует. Вот это, ну, порадовало тоже. Ой. Ну, вот если он этот грех исповедовал, он должен его прекратить. Вот покаяние, истина это. А он-то, я чувствую, ну, он ему на следующий пост придет, опять то же самое повторится. Опять там колоколотушек даст, поэтому он же семья кормит. Ну, может, я не прав, конечно, но мне кажется, что это заклинающий грех. Такие бывают. Человек понимает, что это неправильно, а он сделать ничего не может. То есть он повторяет, повторяет, кается и кается. Как, когда тихо не говорит, в воду вступил, помет вступил, взболтал на исповеди. Потом он опять осел, а помет он так опять остался. То есть ничего. сосуд так же грязный и остался. Не очистилась душа покаянная. Покаяние еру. Душа очищается, когда человек перестает делать грех. Рассказал его на исповеди, и имеешь твердое намерение его не делать. Правильно и на тихонь. Бывает, что как у меня давно был один товарищ, православный назывался, это я еще тогда только к Вере приходил. Я, говорит, с блудом борюсь, я в среду и в пятницу жене не изменяю. Вот борьба у него какая, понимаешь? Горько. Потому что дни постные. Увы, начало покаяния. Может, когда ты покаянешься человеком. У меня вот борьба тоже хотел поделиться. Отписался от канала «Во свете Библии». И еще от многих. Потому что понимаю, что я вместо того, чтобы Библию читать, святых отцов, сижу там что-то, смотрю, там то, сё, другое, третье. И я Христа, прямое Слово Божие, променял на альтернативу. Потому что мне так проще, мне меньше думать надо, меньше напрягаться, меньше читать, меньше толкования. И вот я решил отписаться от всех этих каналов. И вот иногда вот скайп подключаюсь сюда, а ролики смотрю там уже в разы меньше просто. Ты его там каешься или что? Я делюсь тем, что я это сделал, потому что я почувствовал свою зависимость. То есть я уже понимаю, что если я там за день не послушал какие-то проповеди, там не знаю, там Игнатия Тихоновича, там и так далее, там куча разных проповедников. И если я за день там не посмотрел несколько роликов, то я типа того, что ну как-то чувствую потребность в этом. А почитать Библию, например, у меня такой потребности нету. И вот чтобы этот крен изменить, я вот сейчас пытаюсь как-то, то есть отписался там от многих каналов, YouTube удалил там с телефона там сейчас, ну и так далее. Сейчас, правда, опять установил недавно. Такая зараза страшная вообще. Зависимость просто. Вот. Но это не совсем греховная зависимость. Просто времени тратится больше на просмотр видеороликов, где, ну, бывает, что информация, ролик часовой, информация полезная для тебя на минут на 20, то есть лишнее. Поэтому это я согласен. А Слово Божие, конечно, читать нужно. Это да и аминь. Так Николай, он отписался от канала, но он же читает и смотрит, а экстраполяцию событий он совсем неправильно анализирует. Толк вот от этого? И тем более, видео можно поставить на скорость в произведении, смотреть то, что ему нужно, и услышать то, что ему нужно. хорошее очень совет. Да, кстати, я забываю. Я пробовал, и... Наталья Спаси Христос. Я такие ролики слушаю, что там и в обычном режиме нужно останавливать, чтобы понять, о чем речь. А если еще ускорить, то это вообще... Ну, смотря какие ролики, конечно. Вопрос... Вопросы вот тут в чате к Игнатию Тихоновичу. Давай, зачитывай, брат. Ну, тут один попроще. Наталья спрашивает. В беседе было замечание Алексею, чтобы он не кресил ноги, ну, то есть, ногу на ногу, видимо, не ставил. Почему нам, православным, это нельзя делать? Я так не делаю с детства, а бабушка говорила, чтобы вены не пережимать. Скажите, пожалуйста. Ну, зачем объяснять-то чего? Не принято, и все. А тут и заходить. Неприлично это. Вот когда сидят, почему женщина коленки должна держать вместе? Что, объяснять надо? А сейчас юбка такая выше колена сидит, ноги раздвинула. Ну, что тут пояснять-то? Так и здесь. Нога за ногу, это вальяжное отношение от американцев, там они могут себе позволить, потому что они все еретики. Я даю пример. Вот возьмите, Арсений Великий, со словом Великий, Василий Великий, всего за 20 столетий было 17 человек только. То есть, меньше, чем один человек на столетие. А он был в царском дворце, служил, и, видимо, там это принято было. А когда он бежал в пустыню, а привычка-то осталась, и при беседе с братьями, он нога за ногу не так, как это делал, а прямо просто нога за ногу, ну, маленькая. А братья боятся сказать, ну, боятся, уважают его, не хамят. И говорит, когда мы придем к нему, я ногу так сделаю, а ты мне замещание сделай. И он так сделал, он говорит, брат, ты чего нога за ногу, то разве христианам положено так? Они спрашивают, почему нельзя. Он раз ногу убрал, смотрит, Арсений Великий потихоньку ногу свою снял и больше никогда не делал. Почему? Нет такого слова, почему? неприличные, и все. Я не знаю, насколько это достоверно. Вот я был в Литве и в Латвии, там, вот идешь, в Литве, а у них на стене такая как шайба большая, с отверстием, и она, оказывается, туда можно окурки бросить, и написано Шилхшемс, то есть плевательница. Не принято плевать на пол. А почему нельзя? Ну, не принято так. Не принято. Я не знаю, сколько вот у нас тут из Германии кто-то есть сегодня или нет. Я слышал не раз, что у немцев ни за что считается громко пускать газы. Нет такого. Не встречали. Они сморкаются. Так и есть, Игнать Тихонович, есть такое. В Гамбурге, в Гамбурге у меня двоюродная сестра за немцем замужем, за немцем замужем, и он там вовсю вот это делает, и это нормально считается. Да я стал смотреть на это дело-то. Так никакого вреда-то нету. Вот они более провыщемы. А плюет человек, там и туберкурозные палочки, что угодно может быть. Везде сморкаются, плюют. У него умно все, у немца-то. А от этого-то ничего нигде нету. Ну, маленько воздух может испортить. Да какой там метан? Я нахожу всегда... Еще есть вопрос, Игнать Тихонович. Правда, вы на него отвечали, правда, уже. Ну, вот Игорь, Игорь, он взял скриншот с епископа Курочкина, где он вас упрекает. Зачитать можно, да? Ну, давай, считай. Наткнулся тут случайно на видео Игнатия Лапкина, пишет епископ Курочкин, Ифтихий. Не понял, не принял, в конец обеспокоен. Что это? Что за слепота? Ведь христианин же озаботился, почему имя Господа Иегова, извещенного в Ветхом Завете, предано забвению. Так ведь Христос пришел на землю не только, чтобы грехи наши искупить на кресте, но и чтобы нам о жизни нашей на земле, о ее смысле и цели ее, и о всем необходимом для этого изъяснить. Говорил же Христос, что Отец мне велел, я все передам своим ученикам, чтобы мне, людям, передать, идите во все народы и проповедуйте им в крестях во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это не имя Божие, спрашивает. Да и помнится мне, что я тебя благословлял, в том числе и рукополагая тебя в очтецы, не во имя Иеговы, а во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христом нам открыто и заповедано имя Господне. И разве вы, Игнатий, не начинайте своих молитв призыванием имя Божие? Подлил еле иеговистам и доволен? Ну, я поясняю. Все, что он сказал, все правильно, но имя Господне, которое он дал, нигде не упоминается. А по Риме это считают? Как они их обходить будут? По-славянски? Ветхий Завет, зачем считают в храме? А это из Ветхого Завета. Почему хотя бы в одну молитву не включить это имя, когда оно восемь раз упоминается в синодальном переводе? Я вот о чем говорю. Имя Господь открыл. Да кто это? Оно имя сказано. Как тебе имя? Он сказал Иегова Сущий. Иегова. Почему это имя не произносится? Я только об этом говорю. Я же ничего не меняю, ни названия, ничего. Ну, включите в другое место где-то, чтобы люди знакомы были. Они сегодня одна говорили, прости меня, Господи. А я считал, что это имя Сатаны. Доигрались. Я практически подхожу к этому. Он меня рукополагал, ну, рукополагал, ну, имя-то Иегова ты произнеси хотя один раз-то. Он еще этим на вопрос-то не отвечает. Ну, я не прошу произносить. Просчитайте это место в Библии вслух. Понимаешь? Я не прошу ничего. Просчитайте хотя бы одно из восьми мест, где Иегова произносится. Библию нельзя считать. Вы прыгайте через это. Какая ваша правда-то? Явно, что боитесь этого имени. Я подлил имя. Ну, это-то зачем говорить? Я считаю Библию, чтобы считали правильно. А при чем тут Иеговисты? Я должен соглашаться с тем, что сказал. Я соглашаюсь, но просчитайте из Библии, где произносится имя. Вот и все. Я не прошу молитв составлять никаких. Но один раз надо, чтобы люди знали. Вот как-то суживает все это до танковой щели. Это сектантская узость. Православие – это широта, это всеохватность, целомудрие. Слово Божие, говорит, не прибавляйте, не убавляйте. Это в Ветхом Завете еще сказано второзаконие. А это убавляют. Это слово не считают. Просчитай. Имя Иегова прослышалось. Все, больше ничего не надо. Оно, Игнатий Игоревич, оно ругательное. Оно сейчас ругательное. Иегова, это там прям действительно считают, что это сатана или еще кто-то. Прости, Господи. Ну, это так. Дорогой брат, кто это сделал-то? Я разве сделал-то? Попы это сделали. Я и сказал, просчитайте одно место из Библии, где произносится имя, как он сам себе сказал. Мне имя Иегова. Вы против Бога восстаете. Я не говорю, что сегодня называть Христа и Иеговы. Но просчитайте место Библии-то. Причем тут рукополагал, во имя чего, и это совершенно к делу не относится. Произносите имя Господне один раз. Все. Вопрос снятый. Это еще отношение к Ветхому Завету, еще такое, знаете, как будто он уже все, ну, не, не в силе. Вот мы дети Нового Завета, люди Нового Завета, а Ветхий Завет, это еще в семинарии такое отношение, прививают семинаристам, что Ветхий Завет, дескать, уже все отошел. Но в Шерске это считается по Римии, еще раз говорю, считаются по Римии, Ветхозаветнее. Почему это место не прочитать? Псалтырь считают, затерли его за едино умершего, за всех. Псалтырь-то Ветхий Завет. И там просят смерти врагам, а в Новом Завете это любите врагов, а там прямо порази, считай 108 Псалом, однако это не боятся считать. Считают прямо и просят смерти врагам. А здесь ничего нету, просто просчитать. Они мне чего доказывают-то? В оригинале слово Его встречается больше семи тысяч раз. А тут один раз даже не произносится. Интересно, я чтобы это озвучить, только в одних моих стихотворениях, кажется, 928 раз имя Его встречается. А там напоминает одна девочка, говорит, мама сказала-то, я тебе надеру по попке. А какая попка? Где? У меня жопа есть, говорит, а попы нету. И она взяла мел и пошла на заборе писать жопа, жопа, жопа. так, Вячеслав Семенов здесь нет. ушел, не было. хуже, так. Хух. Что, раскалиться будем, молчат все. Пора. Просто кинет. Давайте. Ну, там я вижу Татьяну. Татьяна, дайте ей просчитать молитву. Какая Татьяна-то? Ну, найди, одна Татьяна тут. Вон, крайняя красненькая. Так, ну давайте Ангелова Пияша споем. Ангелова Пияша, благодать нечистая дева, радуйся, и покереку радуйся, твой сын воскреси из гроба, и мир твоя воздвигнувы, люди, веселитесь, святись, святись, а Новый Иерусалиме, слава Бога Господня, на тебе воссия. Ликуй ныне и веселись, а село нет, и же чистая красуйся, Богородица, о восстании Рождества Твоего. Татьяна, молитесь. Господи, благодарим Тебя за эту встречу, за эти занятия. Прости нас. Все наши грехи нам прости. Благослови нас. Благослови эти занятия, группу эту, ведущих. Даруй им силы, здоровья, мудрости во всем. А Тебе за все слава, хвала и благодарность. Наш любящий Бог и сын, и Дух Святой. Аминь. Спаси Христос на молитву. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Аминь.